Новые школы и детские сады. Крупный застройщик заявил о масштабном строительстве соцобъектов на левом берегу Омска. Мошки, плесень и комары. Пятиэтажка на улице 20 лет РКК утопает в кипятке. В квартирах горячей воды нет, зато в подвале ее с избытком. В чем причина коммунальной аварии и когда решат проблемы? Спасают других, рискуя собственной жизнью. Сложнейшие операции в горячих точках и десятки спасенных жизней. Вот так потихонечку, стоим. В день военного врача расскажем о героях-мячах. Самоуверенность может привести к трагедии. Горячо любимый камуфляж нужно непременно разбавить ярким предметом одежды. Экстренные поисковые операции в омских лесах. Как они проходят и что нужно знать, чтобы не пополнить список потерявшихся. Новая традиция в патриотическом звучании. Пожарная каланча зазвучала. Почему и какие мелодии можно будет услышать. Три школы и семь детских садов построят на Левобережье. А все расходы на возведение соцобъектов возьмет на себя частный инвестор. Сегодня губернатор Омской области Виталий Хаценко оценил ход строительства нового жилого квартала на Левоберегу. В микрорайоне уже введены в эксплуатацию первые дома. Масштабный инвестиционный проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между правительством Омской области, администрацией города и инвестором. Осенью 376 новых квартир начнут принимать новоселов. Часть жилья в новых домах получит регион для распределения между льготными категориями граждан. Мы, соответственно, ими закрываем ту очередность, которая есть у нас по аварийному жилью, по детям-сиротам, по дольщикам. И вот эту плановую работу проводим. Всего здесь за 10 лет будет построено более миллиона квадратных метров жилья. Также глава региона проверил ход строительства автомобильной дороги по улице Дергачева от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской. И реконструкцию бульвара архитекторов. Оба объекта не отстают от графика. Виталий Хаценко обратил внимание подрядчика на необходимость создания качественных велодорожек и благоустройства. К другим темам. Почти два десятка домов завтра останутся без воды. Масштабное отключение запланировано на Космическом проспекте. Мера вынужденная. Омск-Водоканал проведет ремонт сетей. В связи с этим водоснабжение будет приостановлено с 10 утра до 22 часов вечера. Под отключение попадают почти два десятка домов. Для жильцов многоэтажек в течение всего дня будет дежурить машина с питьевой водой. Ее установят около дома номер 57 на Космическом проспекте. Плановые работы нередко затягиваются из-за внезапных аварий на сетях. С такой проблемой уже несколько месяцев мучаются жильцы многоэтажки в центре Омска. Горячей воды в кранах нет, а вот в подвале ее с избытком. Как это может повлиять на отопительные сезоны? Почему ремонт тянется так долго? А также когда работы наконец завершат? Разбиралась Анастасия Донец. Три месяца нет горячей воды. В середине мая как отключили, так и воды до сих пор нет. Эмоции зашкаливают, а нервы на пределе. Жители этой пятиэтажки на улице 20 лет РКК ждут горячей воды все лето. Сначала бежала еле теплая, приходилось подолгу сливать. Потом текла тонкой струйкой, а сейчас и вовсе пропала. Вот. Нету ее вообще. А вот холодная. Помыться, постирать одежду, даже приготовить еду – теперь целая проблема. Особенно тяжело приходится с семьям, с детьми. И как потом с детьми? Три месяца сидим без воды. Я, допустим, на восьмом месяце. Мне что делать? Я не могу не помыться, ничего не могу сделать. А ребенок родится? С тупшиком будет. Стирать. Вот, с ним не стирать. Допустим, что-то на руках. Я ничего не могу. В управляющей компании жители предупреждали, что в этом году сезон тазиков затянется. А в связи с тем, что сети сильно изношены, им требуется серьезный ремонт. Но люди не ожидали, что настолько. В квартирах горячей воды нет, зато в подвале ее с избытком. Передвигаться здесь можно только в резиновых сапогах. Стены и потолок тоже в каплях. Это конденсат. Он скапливается из-за пара, который доходит до самых подъездов. На первых этажах воцарилась сырость и зловоние. В таких условиях, уверены жители, чувствуют себя комфортно лишь насекомые и грызуны, которые поселились по соседству с амичами. Стадами комары, вот на пятых этажах комары, чуть пониже, плесень, влажность. Ну, а как, если в подвале дома, теплая вода. И крысы в это время. Переживают амичи из-за свежесделанный ремонт в подъездах. Из-за постоянной влажности по стенам пошли трещины и посыпалась штукатурка. Всё время здесь вот у нас сыро. И все стенки даже вот были влажные. Как в бане. Техничка не успевает. Она приходит, она здесь на тебя заморит. Но больше всего волнует и мячей, что они останутся зимой с холодными батареями. Говорят, в прошлом году температура в квартирах еле дотягивала до приемлемых 22 градусов. Как нам рассказали в тепловой компании, как раз летом и пытались решить эту проблему. Но произошёл прорыв на трубопроводе. Сейчас необходимо откачать воду и найти повреждённый участок. Работы по откачке воды из подвального помещения продолжаются. После завершения этого этапа будут проведены все необходимые ремонтные работы. Компания прикладывает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварийную ситуацию и восстановить полноценное горячее водоснабжение для жителей дома. После этого ремонт на сетях продолжится. Как нам пообещали в компании, к началу отопительного сезона и вода в доме будет горячая, и батареи. Все работы должны завершиться до 19 сентября. Что касается подвала, сухо там будет уже сегодня. Анастасия Донец, Павел Акохов, 12 канал. В школу Омской области трудоустроили 380 молодых педагогов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр образования Иван Крот. В регионе открыли больше 400 вакансий для молодых специалистов. При этом потребность в учителях пока сохраняется как в районах области, так и в городских учреждениях образования. В школах у нас укомплектование 98%, там 403 вакансии есть. Наиболее востребованные, конечно, это, если по садам мы говорим, это воспитатели. Если по школам, то это учитель математики, учитель русского языка, литературы, учитель иностранного языка, учитель начальных классов, физики. В целом на подготовку образовательной системы региона было выделено 3 миллиарда рублей субсидий. Средства были направлены на ремонт зданий, материально-техническое оснащение, установку систем и оборудование пожарной безопасности. Также для полного обеспечения учащихся муниципальных и государственных учреждений учебными пособиями из областного бюджета выделено 830 миллионов рублей. Школы получат рабочие тетради для уроков русского языка и математики в первом классе, а также для занятий по иностранному языку во втором. Кроме того, 2 сентября свои двери откроют и новый инженерный лицей на Космическом проспекте. Он обеспечит в том числе и инженерное образование. Программа рассчитана на развитие пространственного и креативного мышления. Шефство над лицеем взяла госкорпорация «Роскосмос». Здесь при поддержке производственного объединения «Полёт» оборудованы специальный космический класс и мастерские. Отправляются на поиски потерявшихся пешком, на машинах и даже вертолетах. Последний способ, самый действенный, рассказывает в отряде «Лиза Алерт». В летний период большинство инцидентов связано с грибниками. Счёт для заблудившихся в густом лесу идёт на минуты. Как проходят экстренные поисковые операции, расскажет Ангелина Рунова. В поход за грибами Юрий Боярчук берёт только нож и хорошее настроение. Вместо компаса мышечная память. За 15 лет любитель тихой охоты заглянул под каждый куст, изучил каждую тропку и потому не боится идти в лес налегке. Ой, хорошенький. Посмотрим, червивый, не червивый. Ну, под шляпочкой вообще идеальный. Однако самоуверенность может сыграть с грибником злую шутку. По статистике, именно такие любители тихой охоты и теряются чаще всего. В холодном осеннем лесу счёт идёт на минуты и порой вся надежда на авиацию. Зачастую квадраты поиска находятся достаточно далеко. Соответственно, волонтёрским командам, поисковикам наземных требуется гораздо больше времени для того, чтобы туда доехать. Время очень дорого на самом деле на поисках, а вдруг человеку плохо, тяжело в лесу уже находиться. Поэтому вертолёт – это практически самое лучшее средство для обнаружения, ну и для эвакуации, соответственно. В тандеме с Лизой Алерт Александр Анисимов в очередной раз отработал на днях. Поднял железную птицу в воздух и направил в Большоуковский район. Оттуда поступил сигнал бедствия. 80-летняя любительница брусники заплутала в глуши. 112-74 оператор. Женщина снова с нами на связь вышла. Я вам махала белым ведром и кричала. А вы далеко улетели, туда прямо улетели. Ну я смашу ему. А, вижу, 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 вижу вас. Всё, вижу вас. Я вам сказала правее. Всё, всё, вижу вас. Вертолёт, вертолёт. И таких историй в Омской области сотни, но не каждую ждёт хэппи-энд. Только за последние три недели спасатели выезжали на поиски 15 раз. И для каждого случая Евгения Быкова готовила хорошо знакомые многим карточки в оранжевых рамках. Девушка первая узнаёт о приметах потерявшихся амичей. Говорит, зачастую ориентировки идентичны друг другу. Сегодня многие любители тихой охоты обманываются ярким солнцем. Уходят в лес, что называется, налегке. А между тем, отсутствие тёплых вещей и бутылки воды усугубляет положение потеряшек. А в отдельных случаях и вовсе делает шансы на выживание минимальными. Наглядное пособие по экипировке в лес. Корича любимый камуфляж нужно непременно разбавить ярким предметом одежды, цвет которой будет резко контрастировать с окружающей зеленью. Синяя худи подойдёт. Никаких кроссовок. Обувь должна оставаться сухой и фиксировать голеностоп во избежание травм. С этой задачей справятся оберцы или резиновые сапоги. Длинные штаны и длинные рукава для защиты от насекомых. И последнее, но не менее важное. Головной убор или капюшон для защиты от холода. Ну и, конечно, не забудьте про сумку. А лучше рюкзак, в котором будет заполнен каждый отдел. Возглавляют список заряженный телефон, еда для перекуса и питьевая вода. Если есть, берём с собой поварбэнк с проводочком и бережём в лесу, бережём заряд. Мы с собой рекомендуем брать лекарства, которые вы на регулярной основе применяете. Даже если вы считаете, что вернётесь домой до следующего приёма, этих лекарств всё равно с собой их возьмите. Ещё советуем с собой брать в рюкзачок спички или зажигалку, свисток и компас. Наши специалисты, обученные спасатели, по телефону вам расскажут, как им пользоваться. Также спасатели напоминают, перед походом в лес необходимо обозначить членам семьи или друзьям час, к которому вы планируете вернуться домой. В случае вашей пропажи именно эти люди, не теряя драгоценного времени, поднимут тревогу. Если вдруг вы потерялись в глуши, выйдите на поляну, на которой вас будет легко разглядеть. Если же открытой местности поблизости нет, оставайтесь на месте, сохраняйте спокойствие и помните, спасатели уже в пути. Ангелина Рунова, Павел Акохов, 12 канал. Нейросети добрались до высокой кухни. Специальное цифровое меню в ресторанах города было разработано в преддверии первого фестиваля технологий. В создании кулинарных шедевров поварам помогал искусственный интеллект. Шеф и его команда вводили в систему список ингредиентов и получали рекомендации компьютера о том, как их можно сочетать и какие блюда из этого могут получиться. Когда мы даже в отпуск куда-то едем, нам что интересно, что мы меняем обстановку, есть какие-то впечатляющие красивые вещи, в том числе и гастрономический интерес тоже очень важная составляющая. И поэтому с самого старта развития идеи фестиваля, это тоже была та линия, которую реализовать хотелось бы. Большинство фестивалей, которые проходят в стране конференции, они именно рассчитаны на узкую специальность. Ну, на эти специалистов, они достаточно закрыты. Мы же пошли от обратного. Омфест – это про открытую историю. Эксперты федеральные будут присутствовать на площадках, на всех, и туда могут попасть любые, в общем, любые участники. Основная идея цифрового фестиваля – познакомить людей с возможностями современных технологий в повседневной жизни, бизнесе и государстве. А мечей ждет программа из 25 мероприятий. Открытие фестиваля состоится 31 августа в Парке Вокруг Света. Центральным элементом площадки станет колесо обозрения, которое благодаря анимационным инсталляциям на время станет арт-объектом. Мероприятие в рамках Омфест можно будет посетить до 8 сентября включительно. Нейросети ждут гостей практически на всех крупных площадках Омска. Ну, а особенное меню можно попробовать в 8 самых известных ресторанах города. Они должны уметь провести операцию в палатке, на борту самолета или даже подводной лодке. Сегодня в России отмечают День военного врача. Это уникальные специалисты в области медицины. Нередко им приходится вытаскивать людей из того света в эпицентре боевых конфликтов. Герои есть и среди наших земляков. Репортаж Валентины Шемякиной. В тяжелые кадры эвакуация раненых с территории военных конфликтов. Люди стали жертвами удара. И после посадки в самолет им предстоит еще одно сражение за собственную жизнь. Борьбу на медицинском поле ведут и омские медики. За ленточкой они бывали неоднократно. В частности, совсем недавно при выполнении задач специальной военной операции. Помогали не только бойцам, но и мирным жителям. Здесь пластику не делали? Все зажило вот так вот. Часть пациентов из-за нехватки мест в местных больницах эвакуировали и в омские медучреждения. Только в областном КМХЦ буквально заново поставили на ноги десятки пациентов. Вот так потихонечку встаем. Сложнейшие операции лично проводил заведующий хирургическим отделением Илья Зитьков. Он же неоднократно бывал в горячих точках. Говорит, работу там отличает не только замена халата на камуфляж, но и раны пациентов. Выхаживал пострадавших от пулевых ранений и тех, кто подорвался на минах. На гражданской медицине, например, я это видел раз в год, раз в три года. Такие повреждения характерных мочеточников, крупных сосудов. Здесь это поступает одновременно массово и так далее. То есть это выжимка такая наиболее тяжелых случаев. В этом плане тяжелее, конечно, работать. Отметил в своих поездках хирург и качество военной медицины, которая, по его словам, шагнула далеко вперед. Эти технологии придут рано или поздно в гражданскую медицину. Именно в медицину травматологическую, вот эти ДТП, какие-то там катотравмы, падения с высоты, тяжелые повреждения. Это все, естественно, придет к нам в обычную медицину и позволит вытаскивать с того светом, мягко говоря, людей с очень тяжелыми поражениями. Уезжать в такие командировки всегда сложно, рассказывает уже бывший главврач Москаленского ЦРБ Александр Динклакер. Но чувство долга всегда берет верх. Дочь старшая там сплотнула, что я уходил в день рождения, вручил букет цветов и поехал в военкомат. Тем временем принимать раненых на вновь присоединенных территориях в Омске продолжают и сегодня. Вскоре таких возможностей будет больше. На базе КМХЦ построят новый хирургический комплекс. Сегодня ребята, которые прошли специальную военную операцию, выполняли долг перед страной. Чаще всего нуждаются именно в травматологических операциях и хирургических операциях. Речь идет о минно-здоровых ранениях. То эти пациенты поступают, конечно, в нашу клинику, в хирургическую клинику. И в этой связи мы точно абсолютно знаем, что первыми пациентами наших операционных новых станут раненых. Сегодня по всей стране отмечают День военного врача. Это люди, которые готовы поставить под угрозу свое здоровье во имя жизни других людей. Наши земляки, повидавшиеся тягот и полевой медицины, без раздумий отмечают. В любой момент готовы отправиться в горячую точку вновь. Валентина Шемякина, Павел Манджос, 12 канал. И прервалось молчание. Из Омской пожарной Каланчи зазвучала музыка. Песни с исторической башни теперь будут звучать каждый день в 12 часов. Это новая традиция МЧС России по Омской области. Из динамиков омичи услышат классическую музыку и отечественные композиции. Например, в день старта играл фрагмент песни «Омские улицы». Отмечу, оживили Каланчу в честь памятной даты. Сегодня она празднует 109-й день рождения. Пожарная башня – это архитектурный памятник и украшение города. На первом этаже здания размещена небольшая историческая выставка, экспонаты старой пожарной техники, вооружения и снаряжения пожарных. И вот какие материалы мы покажем во второй части нашего выпуска. Бросают где угодно, но только не на парковке. Срочно нужно было навстречу, и мы успели быстро. Многие водители и вовсе игнорируют дорожные знаки. Госавтоинспекторы оштрафовали десятки нарушителей в центре Омска. Ирландское кружево и эстонские узоры. Просто сидеть на лавочке – это не для нас. Семья из Калачинска передает культуру своего народа через творчество. Посетить экскурсии и стать участником фильма. Безусловно, мы будем снимать во время всех этих передвижных выставок. 12 канал организует экспозицию с репродукциями картин музея Врубеля. Как принять участие и где расположится выставка. В санатории «Коммунальник» скидки до 50%. Успей приобрести путевку. Подробности по телефону 908-788. 908-788. Радио «Гордость» в Омске. 90 и 1 ФМ. 90 и 1 ФМ. Отлучился на пару минут и заработал штраф минимум 1000 рублей. Госавтоинспекторы всерьез взялись за нарушителей правил парковки. Только один рейд в центре города выявил десятки таких. На всех составлены протоколы. Что в свое оправдание говорят автомобилисты в репортаже Екатерины Малицкой. Бросил машину, чтобы отойти на пару минут, но вернулся и увидел автомобиль уже на эвакуаторе. Вы же видите, вы не видите, что знак 327, который будет говорить о публике эвакуации, что остановка здесь запрещена. Это рейд ГИБДД в центре Омска. Именно эту часть города автоинспекторы выбрали не случайно. Центр города – идеальное место для прогулок. Здесь всегда множество людей, красивой архитектуры и знаков, запрещающих парковку. Несмотря на обилие таких указателей, многие автомобилисты продолжают ставить свои машины в места, где это категорически запрещено. Первая точка – Омская крепость. Здесь сразу три нарушителя. В качестве наказания каждому штраф в тысячу рублей. Один из автомобилей владельцу придется забирать уже со спецстоянки. За рулем управляете с какого? С 22-го года. Соответственно, еще не должны были забыть правила дорожного движения. Свежо еще, да? Объясните, почему вы покупали автомобиль здесь? Потому что 700 были заняты. Ну и хорошо, что они заняты. Поищите другое место. Впрочем, пренебрегают правилами дорожного движения не только молодые водители, но и автомобилисты со стажем. Вы водитель с многолетним стажем? Так, а что происходит? Вы все знаете, все понимаете. Видите, знака запрещена. Знакам эвакуации все равно встаете здесь. Для чего? Нарошено. Жители домов по улице Некрасова уже не раз жаловались на водителей, которые бросают свои автомобили вблизи одного из социальных учреждений. Нарушают здесь и правила разметки. Занимают места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Штраф за такое несоблюдение правил уже выше – 5000 рублей. Не пугает ни знаки, ни штрафа. Не пугает. А как это теме? Почему-то нет. Не пугает. Впредь такие рейды будут постоянными, отмечают в госавтоинспекции. Поэтому, чтобы сберечь собственный бюджет, стоит соблюдать правила парковки. Екатерина Малицкая, Матвей Лемский, 12 канал. В Омске отремонтируют здание пятого театра. На эти цели направят почти 8,5 миллионов рублей. Сейчас идет поиск подрядчика. На эти деньги он должен будет привести в порядок фасад и освещение по его периметру. Закончить все работы необходимо до конца ноября этого года. Между тем, в городском саду Утюза оборудуют систему капельного рожения растений. Этот проект обойдется почти в 10 миллионов рублей. Но зато поможет существенно сократить затраты на уход за парком. Там, напомню, сейчас идет большая реконструкция. В саду установят магистрали для капельного полива и резервуары для воды. 130 педагогов музыкальных школ из 7 регионов нашей страны. 20 экспертов. Три дня насыщенной образовательной программы. В ноябрьске прошла традиционная конференция в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума» при поддержке программы социальных инвестиций родные города «Газпромнефти» и правительства Ямала Ненецкого автономного округа. Участие в выездной встрече приняли и представители омских учебных заведений. Подробности в сюжете. Чтобы стать хорошим барабанщиком, нужно практиковаться каждый день, так считает Эдуард Кургус. Совершенству нет предела, даже если стаж работы почти 40 лет. Преподаватель направления ударной инструменты из Омска и сам придерживается такого правила. Он регулярно принимает участие в музыкальной мастерской Юрия Розума в родном городе. Выезжает на встречи, мастер-классы и конференции. То, что «Газпромнефть» устраивает такие мощные проекты, я считаю, это вообще уникально и здорово. Потому что это дает возможность, во-первых, творческого общения. Это дает возможность обмениваться информацией, вдохновляться. Наш город Омск, он находится вот в реестре вот этой программы. К нам приезжает музыкальная лаборатория Юрия Розума. Уже не в ней первый год. Вот мои ученики всегда в ней участвуют. 130 педагогов из семи регионов России приняли участие в конференции в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который «Газпромнефть» с 2017 года реализует по программе социальных инвестиций «Родные города». Образовательная встреча прошла в Ноябрьске среди участников семи рамичей. Развитие таланта, будь то музыкального или преподавательского, почти всегда зависит от окружения. И мы решили создать площадку, где преподаватели из разных регионов смогут обменяться опытом, ошибками, победами. И очень важно, что это произошло перед началом учебного года. Я надеюсь, что преподаватели вдохновились и приедут, вдохновят своих учеников. Вокал, фортепиано, ударный, саксофон, флейта, скрипка, домбра, баян и гитара. За три дня более 80 теоретических и практических занятий по девяти направлениям для участников конференции провели эксперты ведущих творческих вузов нашей страны. Мне очень приятно, что педагоги очень заинтересовались этой программой и черпают для себя каждый что-то такое, в чем он нуждается, что ему интересно, что он может взять на вооружение. Творческую встречу провел и сам маэстро Юрий Розум. Народный артист России ответил на вопросы педагогов. Конференция завершилась традиционным галл-концертом. Багаж полезной информации и сертификаты о повышении квалификации домой увезли все участники. Человечество существует для музыки. Музыка – это ее язык. Она равна по своей значимости. Она такая же непостижимая до конца. Это как космос, как бесконечность, как любовь. Это такие же понятия. Ее надо постигать каждому поколению больше и больше, заново и заново. Но как это и делалось всегда и будет происходить. Уже в ноябре этого года эксперты музыкальной мастерской Юрия Розума отправятся в Омск вновь заниматься с детьми. Завершится программа традиционно концертом для жителей нашего города. Ксения Пашкова, Юлия Вдовиных, 12 канал. В трех районах Омской области 12 канал организуют передвижные выставки репродукции картины с собрания фонда музея имени Врубеля. В путешествие в рамках проекта «Начало века» отправится автор Светлана Веретенникова в сопровождении профессиональных экскурсоводов и омских художников. Игоря Николаева и Анастасии Кичигиной. Съемочная группа будет работать над созданием художественно-документального фильма «К столетию музея». А творцы проведут для жителей северорегиона мастер-классы. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Таре выставка из 15 работ расположится на территории Центральной библиотеки 30 августа. Большеречи в последний день лета экспозицию примет Старина Сибирская. А начнется путешествие уже завтра с Муромцевского района. Наша галерея из репродукции картин расположится на фоне винокуриного завода. Туда привезут группу учащихся художников Муромцевского района. И мы проведем для них экскурсию и мастер-класс. Наши зрители из районов области, они таким образом станут участниками нашего фильма. Безусловно, мы будем снимать во время всех этих передвижных выставок, экскурсии, мастер-классы. И они войдут в наш фильм. Мне кажется, жители области доезжают до Омска и доходят до наших учреждений культуры. И, конечно, здесь нужно обратное движение, что называется, как говорили в 19 веке, вождение в народ. И это абсолютно правильная практика. Этнические традиции и семейные ценности передают через творчество. Семьи из Калачинска сохраняют и прививают культуру своего народа детям. По происхождению Агаповы, Дорышевы, Эстонцы. Проект «Верю в семью» при поддержке президентского фонда культурных инициатив освещает творческие семьи в районах Умской области. С героями нашего сюжета познакомился Роман Казанцев. Чем мы занимаемся? Вы спросите у нас, чем мы не занимаемся. Это будет более правильно. Да, это будет более правильно. Ну, просто сидеть, это не для нас. Просто сидеть на лавочке, это не для нас. Семья Агаповых-Дорышевых – эстонцы. В Сибири укоренились много десятилетий назад. Из поколения в поколение передают культуру рукоделия. Светлана Андреевна за спицы впервые взялась в первом классе. Начинала с детских варежек с эстонскими узорами, а сейчас с легкостью создает изящное ирландское кружево. Я не только сама учила, учила еще. У меня много последователей, курсы всякие вела. Ну, доморощенные курсы, но учила людей. Так рукодельница раскрыла настоящие таланты у своих внучек. Дарья по образованию культуролог. И кроме вязания и вышивки, овладела многими современными интересными видами рукоделия. Канзаши, полимерная глина и вышивка бисером. Сейчас увлеклась выпечкой тортов и созданием цветов из домашнего зефира. У нас никогда не было такого, что руки без дела. Либо руки заняты вязанием, либо книгами, потому что любовь к книгам также и она привила. И чем больше ты читаешь, тем больше тебе хочется воплотить каких-то образов, которые у тебя в голове возникают. Сегодня Агапова Дорошева в числе участников фестиваля «Калачинские семьи». Проект призван показать богатый культурный потенциал многонационального района, а также рассказать, как из поколения в поколение передают важные этнические традиции и семейные ценности. Все семьи, представленные на фестивале в «Калачинске», участвуют в проекте «Верю в семью». Он призван рассказать о творческих жителях Омского прииртыщия, ремесленниках и рукодельниках, мастерах художественного слова и других. Его реализует Центр инноваций социальной сферы при поддержке президентского фонда культурных инициатив. До конца года представители Центра побывают во всех районах области. Победители проекта выберут народным голосованием. Лучшие семьи станут участниками международного форума «Иноси». Роман Казанцев, Сергей Линвейбер, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 29 августа, в Омске переменная облачность возможной осадки. В ночное время 12-14 со знаком «плюс». Днем до 20 градусов выше нуля. В районах облачно дождь ночью 12-14 градусов выше нуля. Дневная температура до плюс 17. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. На этом все новости. Желаю вам хорошего вечера. До встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова